Я вот это реально такая, пошли в жопу, буду плететь 20 км в час, мне что-то не нравится, встал выше ушел. Мы сегодня дома, я думаю... Не сдалась! А-а-а! Говорю, тормозим, тормозим. Была даже мини-депрессия. Так вот, надо впихивать туда. Что-то говоря, полдесятого. Сейчас проблема мирового уровня. Выпереду от родителей, веду ее с собой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем доброе утро. Сегодня среда 21-ая. Мы сегодня с Жориком дома остались одни, потому что Ника уехала сдавать на права. Сидим и молимся, чтобы все прошло хорошо. В 9 часов утра. Мы уехали очень рано. Я встала вот недавно. Встала уже, когда их не было. Я даже не услышала, как они уходят. Поэтому мы сегодня дома одни. Ай, заранее... Я не знаю, там какой кадр получается. Скорее всего, у меня в лицо светит солнце и плохо видно. Но просто вроде было ничего. Я старалась как лучше. Я сделала себе кофе. И даже не заморачивалась насчет завтрака, потому что вчера мне спекли пирожки. Я сегодня утром ем пирожки. Зачем заморачиваться, когда все и так готово? Мы немножко поменяли ракурс, чтобы солнце не светило и было более видно мое лицо. Может быть, было лучше, но придется вам смотреть на мое лицо теперь. Хотела сказать насчет машины, насчет вождения. Мы вчера ездили с папой. Я даже довезла его на работу. Нику я довезла до автошколы, папа до работы. Естественно, я все под четким руководством папы. И когда я садилась в машину, папа мне такой сразу... Я говорю, тормозим? Тормозим. Сразу. Я такая, окей. Короче, просто суть в том, что тут ответственности добавляется, потому что если ты сидишь за рулем учебника в автомобиле, у инструктора есть запасные педали, и в том случае чего тормозит. Здесь педали только у меня. Обе. Короче, было классно. У папы еще машина в три раза больше, чем на той, на которой мы учились. Но мне понравилось ездить с папой, папа все объясняет. Мы подъехали к папе на работу, остановились, папа все объяснил, сказал, что как, объяснил почему. Короче, в три раза лучше, чем с инструктором. Не в обиду всем инструкторам, но папа есть папа. И, короче, с папой мне понравилось ездить, и вообще ездить на машине очень классно, по городу, на своей машине, ну, на своей, на папиной. В плане того, что не с инструктором, короче, ты знаешь, что у тебя уже есть права, ты уже можешь ездить, короче, это реально очень круто. И раньше я почему-то думала, что это гораздо легче. Ну, нет, в плане это несложно, но мне почему-то раньше казалось, что это... Мне раньше казалось, что это... Не так запарно, что ли. Наверное, да, это слово сюда подойдет, потому что ты едешь по дороге, и ты должен контролировать все, просто все. Ты должен контролировать скорость, ты должен смотреть на знаки. Понятное дело, это все приходит как бы с опытом, и через, не знаю, некоторое время ты будешь ездить, даже год, наверное, уже ты будешь ездить совершенно спокойно. Первое время, да, немножко трудно. Как бы едешь, и ты контролируешь все, в том числе и всех, кто на дороге есть, потому что папа нас так учит, что ты как бы ответственен не только за себя, но еще и за тех, кто на дороге, потому что есть те, кто как бы не очень хорошо ездит, кто не очень хорошо знает правила, и ты как бы должен, даже если ты прав, все равно должен убедиться в безопасности, сlerin, типа того, короче. Не могу не сказать, как я рада Что мы больше не ходим на вождение Больше не ходим на теорию Больше не ходим, короче, туда Потому что вот последние уже месяца три В нашу жизнь вошло вождение Не самым лучшим образом Нам вообще не нравилось Это был, не знаю, полнейший стресс, наверное Это останется таким пятном Конечно, это очень классно, что нас научили водить Но нам не нравилось туда ходить вообще Не буду говорить почему Просто были на то свои причины Последние три месяца мы туда ходили как в школу Сначала, вот, шумит холодильник, наверное, да? Простите Короче, с начала учебного года мы ходили туда Все три месяца И ходили каждый день на теорию У нас каждый день вождения было То есть мы по четыре часа тратили каждый день Два часа у нас была теория По часу вождения Ну, естественно, меня же не буду забирать и везти домой Тем более, что живем мы далеко Поэтому мы ждали Ленику там Или Леника меня Короче, мы по очереди водили И потом, спустя четыре часа, нас папа забирал и вез домой Очень круто И мы приезжали домой в час Иногда даже позже Часто мы не успевали делать уроки Короче, мы очень рады, что это все закончилось Сейчас главное теперь, чтобы Леника сегодня сдала И все будет отлично Кстати, насчет новогоднего настроения После того, как мы поставили елку Украсили дом У меня настроение прям очень поднялось Потому что, ну, не знаю Короче, это какая-то магия елки, видимо И мы с Никой недавно разговаривали, что В последнее время Новый год не такой новогодний Почему-то Даже когда ты ставишь елку Все равно как-то не так И пришли к выводу, что На этом сказано много факторов Таких, например, как Мы уже не ходим в школу У нас нет каникулы, нам уже не дарят так много подарков И груш Уже не дарят конфеты Что самое грустное, кстати говоря Ну, короче, как-то все это так сложилось Поставили мы елку Потом недавно пошел снег Он, кстати, до сих пор лежит Еще вчера мы ходили в торговый центр Там все было украшено тоже красиво И знаете, я такая подумала Знаете, я такая подумала Что, господи Люди Меня всегда смешили люди Которые говорят Что, вот, пойду там погуляю Да, там по другому центру Пойду там что-нибудь куплю Там подниму себе новогоднее настроение Я все равно думала Господи, как можно поднять новогоднее настроение Типа, надо что-то испечь дома Да, как-нибудь Фильм какой-то новогодний посмотреть На опыте Лично мы знаем Что, вот, мы недавно смотрели новогодний фильм Ничего не поднялось Никакого новогоднего настроения не было Готовили печенье Тоже никакого новогоднего настроения не было И вчера мы сходили по магазинам Там все было украшено Все было такое красивое, новогоднее Мы, знаете, просто посмотрели, походили У меня прям поднялось новогоднее настроение У меня прям, знаете, оно есть Вот Может быть, это сложились факторы Что выпал снег Что мы поставили елку Что сходили по магазинам Посмотрели фильмы Спекли печенье И, в принципе, мы весь план выполнили как таковой, что как поднять себе новогоднее настроение, мы сделали всё возможное, оно поднялось, да, у меня есть новогоднее настроение, хотя я почему-то думала, что его не будет, так же, как и в прошлом году, в прошлом году у меня появилось прямо в Новый год, когда мы уже накрывали на стол, и то оно появилось, и как-то быстро сразу ушло, ну, короче, я не знаю, на самом деле, что должно быть, это очень грустно, когда ты с возрастом ждёшь Новый год, и он не оправдывает твои ожидания, нет, на самом деле, сейчас уже не так грустно, А вот первый Новый год, когда перестал оправдывать на ожидания, тогда было грустно. Тогда, наверное, была даже менее депрессия. Я даже не помню, что это за год был. Но такой был же когда-то. Наверное, в лет 13-14, когда он уже не приносил столько радости. Хотя нет, наверное, в 14 еще приносил. Наверное, вот с лет 16. Вот так. Но сейчас новогоднее настроение есть. Это, в принципе, самое главное. Давайте есть. Еще сегодня из планов вообще. Планы какие сегодня. Я все пытаюсь строить каждый день себе планы, чтобы хоть что-то делать. И сегодня я решила, что... Господи. Сегодня я решила, что надо было убраться вот в этом шкафу. Как видите, здесь все плохо. Вот эта, например, вообще криво стоит. Потому что если она ровно стоит, она не закрывается. Ее вот так вот надо впихивать туда. Ну, в принципе, вот. Все, убираться можно и не убираться. Может быть, здесь надо убраться. Я тут убиралась, не знаю, наверное, месяц назад. Но, как видите, от моей уборки ничего не осталось. Потому что, как только убираешься, тут освободилось очень много места. Как место освобождается, его сразу кто-то засирает. И, короче, надо будет здесь убраться. Прям вот это, наверное, самый главный пункт на день. Еще сегодня такие два пункта на день. Это вот здесь убраться и смонтировать новое видео. В принципе, я от себя больше ничего не жду. Потому что, скорее всего, больше ничего и не успею. Тем более, с такой скоростью, которую я все выполняю. Скорее всего, вот уборка вот этого шкафчика у меня затянется, наверное, на полдня точно. До тренировки даже может быть. Потому что, знаете, я люблю это делать не спеша, все помою. Что-то там поболтаю с Никой, еще что-нибудь посмотрю, видео какие-нибудь, что-нибудь послушаю. Еще у меня обязательно надо было, чтобы что-то на фоне играло. Пока буду выбирать это. Короче, вот. Уберу, скорее всего, точно сегодня. Будем надеяться на это. И монтаж видео. В принципе, вот это все, что я от себя требую. Пока я даже еще не покушала. Я вот кофе вот налила и до сих пор не выпила. Кровать не застелила. Короче, блин. А сейчас уже, кстати говоря, полдесятого. То есть, я где-то час уже просто вот что-то... Я не знаю даже, что я делала целый час. Итак, тадам. Вот что у нас есть. Было быстро. Вытащить все не стало труда. Теперь вот тут все грязно, но зато пусто. Теперь всем, чем мы пользуемся. Ничем, собственно говоря. Из этого вот только кофе и чай. Это, например, можно выкинуть. И вот это тоже. А, нет, это можно оставить. Вот знаете, еще вот такие вещи. В общем, какао-порошок, по-моему, Ника попросила купить маму еще летом. Делала какие-то печеньки или шоколадки, что ли. Много не понадобилось. И тут как бы еще чуть ли не весь остался. И вот что с ним делать? Никто это не ест, не пьет. Ни для чего, но не нужно. Убрать его некуда. Выкидывать жалко. Мы это, конечно же, не выкинем. Для меня вообще самое трудное расставаться с едой. Я все что угодно могу выкидывать, но только не еду. Ну, в общем. А, вот тут еще. Вот еще специи. Ну, тут, кстати, коробка... Тут, кстати, коробка полупустая. То что? А, приправа для плова. Аптечка вон стоит. И вот эта штука, на которой она разделяла полку на две части. Вот тут стояла вот так. Будем сейчас все назад убирать. Мне на самом деле кажется, мало что изменилось, но изменилось. Во-первых, сейчас нет вот этого всего хлама. Все более-менее аккуратно. И, плюс ко всему, я помыла полочки. И, плюс ко всему, я ничего отсюда не выкинула. И... А, нет, выкинула кое-что. Ну, там вообще чуть-чуть. Вот. А так тут все, в принципе, осталось. Поэтому, по-моему, неплохо. Ой, эту полочку, скорее всего, мы вообще не будем использовать. Потому что вот это все мало кто ест. Вот оно, не знаю, будет стоять пока это... Ну, короче, это такая полочка редкого пользования. Вот это частого пользования. Поэтому здесь надо было все сделать так, чтобы было удобно. Кофе стоит первым, чай тоже первым. Там дальше стоят клипсы, которые уже, не знаю, можно выкинуть на самом деле. Но мне жалко. Вот. Аптечку тоже я не стала никуда убирать, потому что ее просто некуда убрать. И вот здесь специи тоже. Тут, в принципе, был порядок. Там чуть-чуть надо было переложить. Их тоже тут не так много. Вот. Поэтому нормально. Вот так, в общем, все. Пункт выполнен. Сейчас. Пол первого. А я говорила, что это займет полдня. Угу. Набрехала, как обычно. Девочки, что вы думаете? Берука пришла довольна. Жить прекрасно. Смотрите на этого человека. Вот как выглядит лицо довольного человека. Давай. Жалуйся. Нет, еще жалуйся. Наоборот, все прекрасно. Короче, инспектор, инструктор мамин, который... Он такой, типа, мне говорит... Анатолий Алексеевич сказал тому инспектору, чтобы он, типа, если что, мне помогал. Я говорю, ну все, наверное, меня возненавидел. Я еду уже, ну... Знаешь, что было? Мы приехали в ГИБДД. Это е... Не буду мотивироваться, чтобы я не перебила. Приехали в ГИБДД. Даже, он даже парковку не успел поставить. Этот ему звонит инспектор. Вы приехали? Он такой, да. Я такой выключаю. Такой, типа, смотри, вон какой... Это кофе мне? Нет? Крыса. Ой, смотри, какой пунктуальный. В итоге мы его 20 минут ждали. У меня сердце колотится. Я сижу вот это в машине. Мы 20 минут вот этого прекрасного человека. Ты парковку заново делала? Парковку, площадку. Все, да, заново. Да? Без конусов! Знаешь, как я посралась? Я опустила... Вчера посмотрела лайфхаки по парковке. И если парковка... Я тоже так делала. Если парковка справа, правое зеркало до конца опускаешь, левое не до конца. Я такая, типа, опустила. Я у него спросила, у инструктора маминого, спросила, типа, насчет зеркал. Оказывается, это ошибка, что мы с тобой выехали, и только потом их начали поправлять. Ты как последнюю парковку сделала, не выезжая с парковки, сначала зеркала поправляешься. Как правило, потом выезжаешь. Ну, это похер, он вообще не обратил меня на это внимание. Я так обосралась, я делала парковку справа, которая... Сейчас, секунду. Я делала параллельную парковку, делала, я так стиралку вырубила. Дела параллельную парковку, я просто... Вот параллельная парковка мне дико страшно, потому что вот эти линии, боишься переехать ее. Вот это 90 градусов вообще изи, у меня постоянно получается. И еду, он справа сидит, я такая, пошел. Я вот этой трансляции такая, пошли в жопу, буду плетить 20 километров в час. Мне что-то не нравится, встал, вышел, ушел. Разогнаться просил максимально скорость. Да, просил. Я такая еду, одну линию проехала, а вторую еду, еду, ее нет. Вот он такая вижу, я говорю, о, о, живем, 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 живем. Он еще, знаешь, он такой страшный. Я повернула, там, идеально на парковку, садка, задание выполнено, на него смотрю, он такой... В окно выглянула, такая, сижу просто, молюсь всем богам существующим. Он такой, поехали. Иду, пешеходный переход, идет бабка где-то в жопе. Я ее вижу, я хотела притормозить, но я просто ближе к этому. А он, видимо, думал, что я ее не заметила. И типа, чтобы я заранее видела, что она идет, он такой, в меня тыгает, такой, типа... Я такая, вижу, нормально, вижу. Притормозила, потом на перегрестке разворачивалась, включила поворотник, вывернула руль и стою, жду. Поворотник отбился, выключился. Он такой, поворотник, поворотник, я такая... Повернула. И самое страшное, что было, так. Он такой, все, все сделай, я, знаешь, парковку сделала, вывернулась. И я уже такая, господи, ну вроде ничего больше делать, надо только прямо доехать. Он такой, выбирая место, остановиться в какой-то... Я ни разу не была, просто. Я вижу пунктуальная разметка, ой, пунктирная разметка, пунктуальная. Мои мозги там, азнай. Такой, пунктирная разметка, я такая, так, ну, по правилам можно. Я, знаешь, такая, он такой, выберите остановку и ждет. Я такая, скорость снижаю, вот так вот еду. Так, пунктирная разметка, знаков нет. Вот так вот я смотрела, такая, да, повернула. Поворотник включила, вывернула руль, остановилась. Я даже парковку не успела, просто так, он такой... Поворотник был включен, не заблаговременно, что-то я такая... Пизда. Чё, не сдала? Я знаю, что своими вот этими умными словечками, не пока время я буду из администрации, из административного чё-то там, экзамен сдан, я знаю, что уже сдан, и отключилась просто, и такая, сдан. У меня тоже был он, когда сказал, у меня, кстати, тоже ошибка была, поворотник за благовремение не был включен. Может, он на шару сказал, что, типа, я не идеально проехала, что, типа, у меня есть какие-то ошибки. Я включила, и я и говорю, ну вот, я говорю, да, у меня то же самое. И я тоже, вот ты говоришь, что я отключилась. Он тоже мне когда сказал, экзамен сдан, у меня башка отключилась, и я слышала, он дальше говорил, типа, когда права приходить, завтра получать. И я не помню, я потом у него, этого Анатолия, спрашивала, типа, когда приходить права, потому что у меня просто уже мозги, всё, права есть. Ну, ещё, знаешь, я остановилась, такая, на парковку поставила, он такой, там, была-была, транзит, вот эти умные словечки, такой, экзамен сдан, тут-то-тут, всё, камера выключается, он такой, это тебе подарок, это нам, чтобы подарок на Новый год. Я такая, нам? Нам? Ты видишь мои седые волосы? Помог ты с этой бабкой. Ты не сказала ему спасибо? Я 50 раз, по-моему, я сказала. Да, поцеловала ему ноги? Да, и я номер свой дала, блин. Мы такие остановились. У него жена есть. Напомню, он ещё на момент, на срать. Я такая стою на парковку поставила, он такой, камеру выключилась, он такой, вот, молодец, типа, вот, единственная, там, остановилась, типа, вот, перед бабкой остановилась, а она что-то остановилась, и я поехала, из-за того, что там её не пропустила, он такой, надо было всё равно, типа, постоять, я такая, да, да, ну, типа, нормально, нормально, всё нормально. Я такая, всё, спасибо большое, до свидания. Выхожу, он такой, всё, давай, до свидания. И ещё, знаешь, такой добрый привет, он такой, до свидания, до свидания, до свидания. Потом инструктор этот выходит, я такой, тебя до площадки довезти? Я такая, сегодня что, День Ангелов? Поехали с ними? Типа, довезти? Я такая, да, да, пожалуйста. Приехала на площадку, он такой, всё, до свидания. Инспектор первый, такой, всё, давай, до свидания, удачи. Я такая, до свидания, он тоже, всего самого наилучшего, пять детей. И этот стоит Я же первая сдавала, стоит вся наша группа А вы все туда на площадку приехали? Да, они меня ждали Они площадку сдали, ждали пока я вернусь И я такая выхожу, знаешь, как поп-звезда Я такая вышла Стою, папе пишу, заберите меня И они там всей толпой человек 6 Ну что сдала я откуда? Они такие Насчет этого номера Мы приехали Сдавать парковку Полвлога, да? Приехали парковку сдавать Приехали парковку сдавать Инструктор остановился, вышел охранник дед Чего на автомат этому инспектору Господи, простите, пожалуйста Он инспектору говорит, инструктору точнее Чего она типа на автомат, на механике же потом не сможет ездить Он такой, да чё у них типа дома автомат Он такой на меня смотрит Богатенькая, да, девчуля? Оставишь номер телефона, у меня внук хороший Это охранник, который? Ты оставила? Я инструктору, инспектору, да Мы его не видели, какой-то русский дед Голубоглазый, голоса такие голубые Он такой, знаешь, такой Синим такой разгар, а потом на меня такой Богатенькая, да, девчуля? А знаешь номер телефона, у меня внук хорошенький А вы инспектор? Я убралась в ванне и помыла посуду за тебя Коловейся, Мань И ещё Ты теперь у меня в рабстве Будешь готовить мне кофе всю жизнь А Шура у меня в рабстве Ещё раз про мобрус, кстати? Да Сегодня утром, Даша, можно тебе вот говорить? Давай я тебе ещё раз, типа, рассказываю Окей Сегодня утром, папа, всё так тихо, аккуратненько, всё С ванной вышел, там, шёл потом со мной разговаривать Мама Жора! Жора, а, вот Иди гуляй, дверь открыла на распах, сквозняк Хлопает всё Новости на 50 Децибел, блин, куда-нибудь В этой микроволновке Дышь, 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 дышь! Там, мам, Даша спит, она Всё, всё, всё Даша спит Жорика Открыла дверь Пустила Жорика Я тебе дверь закрыла, чтобы он не зашёл с песком тебя накрывать Мама Открыла Он забежал к тебе Я сказала, мама, зачем? Он такая Ну, типа, пусть Даша спит Я такая, ладно Закрыла дверь, когда мы уходили, чтобы, ну, он всё равно без тебя никуда не уходит Закрыла дверь Мама подходит Открывает Свет горит Тут тебе в лицо Я такая, мама, зачем ты свет включила? Я такая Я всегда так делаю Я такая, зачем? Я такая Не знаю Я всегда так делаю Я такая, спасибо Логика, мама Ещё Я сегодня три часа поспала Я думала, я умру Ника, у меня Я сегодня ужасно просто спала Я сегодня не могла уснуть Я полночи вертелась Я в три часа Я ещё, знаешь, что прикол? Бедная Беднёшка Да, бедняш Я обычно, ну, стою в туалет как бы ночью Потому что я хочу, да, я просыпаюсь А тут я верчусь, кручусь Я не хочу в туалет Но я просто еду в туалет Потому что я больше не знаю, что мне ещё надо Да, я сходила в туалет три раза уже Возвращаюсь Всё равно ложусь Я не могу Не, Таша, боже Не сходила в туалет Потому что мне больше чувствуется Ложусь Я не могу уснуть Я, знаешь, переворачиваюсь Там три раза перевернулась Покрутилась Слышу, ты там тоже крутишься Мне, почему-то, тоже показалось что ты не можешь уснуть потому что ну ты как-то крутилась там чё-то это днем короче показать что ты не спишь я так думаю что за ночь дебильная вставал и папа тоже тут что-то крутился не спал я думаю может как бы луна в какой-то не знаю лунный календарь день по лунному календарю легла она была правильной в 11 телефон я видела я тоже видела как ты всю ночь сидела в телефоне в один зелефон положила такая думаю ну все усну лежу два часа три часа не могу уснуть просто верчусь просто верчусь у тебя зелефон говорит смотрю ты уже спать вышел я такая видела пораньше лечь посмотрела что-то полезное в итоге лежу ты тоже ну я не видела что ты вертишь я где-то в два или в три часа уснула поспала чуть я вот так вот взрослась с бадуна подхожу а мне тошнит от еды я не могу я понимаю что я вернусь я знаю что мне я домой через три-четыре часа максимум минимум вернусь смотрю на этот пирожок не тошнит от его вида просто смотрю на него просто блюет я такая блин надо хотя бы что-то поесть оторвала оторвала кусочек съела не тошнить начала я такая все выпила чая пришла туда и сижу когда мы в зале ожидания ждали ожидания аэропорт и там девушки такие я типа вот когда не сдала плакала коньячка себе она не начали о коньяке шоколадном говорит я сижу ну так просто и его поедет слышать вообще не такие еще насчет этого кто-то там вот это которая в магните работает она не сдала и вот которая которая постоянно спорила с этим алексеевичем он тоже не сдала светлана которая хорошая да да которая с нами болтала они сидят и вот это которую магните работает я там разрыдалась перед инспектором просто реву мне слезы я пришла домой целый день проплакала всю ночь проплакала утром уже не выдержала бахнула коньячка это светлана такая я думала я переживаю стресс трудно а я себе этот шоколадного виски кого-то там что-то налила рома она кое-что налила меня так сразу отпустила я такая а так можно че хорошо живет на свете вини-пу голове моей пилки вау вау джоуч что это за такие показушные выступления чуть хочешь услышал хочешь хочешь что хочешь очень поздравляю вас получением прав меня рады что в жизни есть люди которые еще сильнее чем я паникуют я на самом деле тоже типа бахнула баконичка нервы я бахнула баконичка ну я тут тоже бы на меня прям нервов жестко я не из тех кто прям сидит трясется но внутри все равно ты сидишь переживаешь конечно я из тех кто сидит и трясется круто у тимми ковлок вышел знаете что интересный факт ника сегодня они к вчера купила бомбочки для ванны вот эти и она сказала и вчера над как говорит искупаюсь если там на права хватит ломать нашу ванну может я чиню ее вот она сказала я искупаюсь и там на права я сказала если не сдашь будешь эти грязные не какая-то как литя на искупаться это подарок нам на новый год починила реально она плотнее стала да давай ёлочку ли это она просто с ананасом но мне ёлочка на лице по этой игрушка вот этот милый очень это кстати кажется эта стерка я думаю у него голова отошла на камере вода и так голубая не профессионал бомбочек но это одна из самых долго шипящих бомбочек а можно я не бесит вот это наша шторка уродливая голову сломала на тебе я сказала что он мне теперь нужен ты решила сломать он вообще никому не короче найдется никто мы оставляем отзыв на услугах вероятно невероятно невероятно верно ком была была невероятно комфортная атмосфера некий на руки комфортно ей было настолько все вы хороший экзамен прошел без нервов чуть-чуть экзамен прошел быстро да 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 пиши быстро и без нервов я осталась прошел быстро и классно не надо такой описать и чё блин экзамен прошел быстро и отлично успела даже поесть покакать так как сегодня у нас праздник ники ники но у меня то у меня каждый не праздник на самом деле вот и ника сказала что мы сегодня не будем делать уроки мы сели садимся рисовать кстати я вам покажу наши рисунки и мы вчера были в магазине и мы купили мороженое яна стояла на том что мы его купили у меня пока его никто не ел я хотела показать рисунки вообще мы последний раз последний раз рисовали когда я на видео снимала тогда мы рисовали мы вот недавно рисовали дня два-три назад мы за первое время сели и впервые порисовали потому что до этого у нас не было свободного времени так как мы готовились к экзаменам уроки были короче по себе новой фьюной общем и свет падает хорошо я хорошо видно хотел показать вот этот рисунок который я специально рисовал видите он на весь лист идет вот или три нужны сцена нарисовал чтобы потом его раскрасить красками вот этим ставлю оригинал гф найду я вон рисовала вместе жалко рисовать красками потому что красками рисовать не умею нормально не умею рисовать понятное дело я могу что-то тут нам уливать мне жалко что я могу испортить и поэтому я теперь боюсь вообще к нему прикасаться но мне не нравится что он не раскрашен потому что раскрашенный он гораздо лучше выглядит вот я рисовала чими на вчера он вчера об меня два или три назад рисовала очень быстро и сегодня я буду дорисовывать этот рисунок блин там наверно на камере плохо видно но вставлю тут где-нибудь оригинал этих картинок а я может сейчас сфоткаю и вставлю потом как это сегодня буду дорисовывать этот рисунок не нравится мне рисование успокаивает а потом еще очень классно смотреть на то что ты нарисовал и ты такой думаешь вау и молодец я нарисовался своими руками тэнк ю гайс смотрите какой жора у нас умный нельзя 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 можно такой умный наш мальчик рассказать что вообще хотел рассказать это ники но ника не слушает меня поэтому я скажу это вам у меня сейчас проблемы мирового уровня в общем мы вчера были в магазине ездили туда за штанами за трико потому что у меня мои старые уже как бы старые ну короче им уже плохо им уже их уже можно выкинуть и мы вчера как бы купили новые мне теперь их жалко я знаю их придется стирать просто их жалко одевать короче да потому что нет одевать они очень жалко но именно спортзал идти после спортзала их скорее всего надо будет сто процентов стирать а после стирки вещи становятся не лучшего качества конечно я бы даже сказала ужасного у меня теперь проблема просто мне жалко их вообще мы когда их покупали мне они не то чтобы прям сильно понравились просто надо было что-то для спортзала вот а сейчас я думаю что они очень красивые мне жалко еще сейчас ника выйдет мы вчера были в магазине вообще бы надо было побыстрее потому что я хочу нас отвезти так как этот волк выйдет быстрее хотел же показать мы вчера были фикс прайсе смотрите какую новую штуку мы купили не время но очень нравится что там что-то накупили но все что остальное мы купили мне не очень нравится сейчас популярный кистили я все время забываю как он называется но в общем наверное все поняли она очень классно я на период от родителей я беру с собой мы тут храним туалетную бумагу в общем мы думали она будет больше и здесь можно будет положить вообще на для журналов вот но мы елкой добрали мы знали что для журналов не использовать не будем и мы когда её брали мы думали сложить туда всякие причиндалы которые у нас в ванне есть там туалетную бумагу все что-то можно будет короче мы думали что сюда поместится много чего на деле сюда мало что помещается даже туалетную бумагу мы сюда впихнули. Тут два рулона, тут максимум четыре рулона поместится. Если что, мы никогда не покупаем бумагу, здесь всего четыре рулона. Мы сюда покупаем где шесть или девять. Ой, спасибо. Чуть не забыла. Время шесть. Ровно шесть. А наши родители сегодня заказали шашлык где-то. Это вот мы приехали его забирать. И они сказали, что вообще мы сегодня будем обмывать это дело. Но мы как бы шашлык ну не едим, но это мы не супер его любим, поэтому поедим мороженого. Мороженое-то мы любим. And all I know is we're going home, so please don't let me go don't let me go and if it's right I don't care how long it takes I don't let my dad I don't know. I don't know. But I do I don't know. I don't know. I don't know.